МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Самый технологичный в СКФО. В Кизляре открылся рисоперерабатывающий завод. Объект простил глава республики. 50 лет и в печали, и в радости. О крепких узах семьи Курбановых из Табасаранского района в материале моих коллег. Анжи не смог получить лицензию на следующий сезон. Многочисленные долги стали помехой приобретения команды профессионального статуса. О том, как намерена поступить дирекция клуба, сегодня в выпуске. Силовики провели обыски в администрации Докуспаринского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Проверки связаны с расследованием уголовного дела в отношении главы района о даче взятки. Отметим, что Алискеров был назначен на должность в августе 2017 года. Также сообщается, что обыски прошли и в доме чиновника. В его отношении уже возбуждено уголовное дело. Арестован спонсор боевиков Сирии, уроженец Северной Осетии. Георгий Гуев был задержан силовиками в Москве. Мужчина переводил деньги участникам боевых действий, запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. По данным ФСБ, среди получателей средств значится и уроженец Дагестана Исрапил Ахмед Набиев, более известный как Абу Марса Секлинский. Всего с 2015 года Георгий Гуев перечислил почти 50 миллионов рублей. В ходе обыска по месту его проживания обнаружена экстремистская литература, значительное количество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГИЛ. Ну а в Китлярском районе открылся самый технологичный на Северном Кавказе завод по переработке риса. В церемонии запуска предприятия принял участие Владимир Васильев. Он ознакомился с производственными цехами. На предприятии уже работает 80 человек. Создано еще 30 рабочих мест. Завод оснащен самой современной техникой из Германии и Китая. Его годовая мощность более 40 тысяч тонн. Предполагается, что он позволит обеспечить стабильный сбыт своей продукции около 60 рисовоческим хозяйством. Уже есть договоренность с Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По словам главы региона, стоит задача не только поднять производительность и эффективность, но еще и вернуть 4000 гектаров орошаемых земель, которые пока еще не используются. Важно обеспечить вас реактивными работами, а проще говоря, чтобы вода пришла начать. Занимая лишь 12 процессов центов сельскости Уходи, орошаемые земли республики, обеспечивающие производство около 70%. 12% давали 70% производства, те, которые орошались. Но сегодня эти системы запущены и находятся в неудовлетворительном состоянии. И важный вопрос, чтобы мы навели порядок с этим. Около 100 инвалидов Дагестана обеспечить новым жильем. Руководитель регионального Минтруда Изумруд Мугудинова подписала 98 сертификатов на улучшение жилищных условий, предусмотренных для людей с ограничениями здоровья, остро нуждающихся в помощи. Им будут предоставлены безвозмездные субсидии на сумму более 530 тысяч рублей. В самое ближайшее время сертификаты будут выданы очередникам. Крепкие семейные узы и взаимоуважение связывают героев нашего следующего сюжета. Многодетную семью Курбановых из Табасаранского района по праву можно считать одним из лучших примеров любви и благополучия. Поздравить их с Международным Днем Семьи прибыли представители Министерства труда и социального развития Дагестана. Далее расскажет Абдулла Алиев. 50 лет совместной жизни. Именно столько прожили бок о бок Рустам и Саят Курбановы. По современным меркам этот срок – пример для молодых пар. Курбановы – семья многодетная, воспитали семерых детей, трое из которых – приемные. После смерти брата и его жены племянники остались круглыми сиротами. Рустам и Саят, не раздумывая, взяли их под свою опеку. Благодарность Министерства труда за активную жизненную позицию, достойный пример воспитания детей, заботы и преданности в укреплении семьи. Спасибо. Именно на семье так у вас все держится. Рустам Курбанов – писатель, журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан. А Саят Курбанова – врач-акушер. Женская половина этой семьи пошла по стопам матери и выбрали для себя работу в сфере медицины. Ну а вот мужское поколение Курбановых выбрали иную профессию, нежели у отца, и стали военнослужащими. Чем Рустам, как он сам признается, нисколько не расстроен. Стоит отметить, что и внуки Курбановых также успешно проходят обучение в военных училищах и медицинских вузах страны. На вопрос о том, как Рустаму и Саяду удалось на протяжении стольких лет сохранить семейную идиллию, они скромно отвечают, что секрет прост. Это взаимопонимание и чувство глубокого уважения друг к другу. Конкурс полицейский дядя Степа завершился. В МВД подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса детского творчества. Всего поступило 11 игрушек и рисунков из разных уголков Дагестана. Поделки были выполнены из разных материалов – текстиля, дерева, пластилина. Финалистов наградил заместитель министра внутренних дел по республике Дагестан полковник полиции Дмитрий Бутыря. Он вручил детям почетные грамоты, благодарности, а также ценные подарки. Я представил, какой нелегкий труд был, стоял перед вами, во-первых, а еще больше труд перед членами жюри, потому что невозможно было определить, какой из них лучше. Они все великолепны. В каждом из них есть чечица вашего сердца, вашего творчества. Вы большие молодцы. Я надеюсь, что это ваши не первые поделки и не первые ваши такие хорошие участия в наших программах МВД. Я думаю, что вы в дальнейшем будете участвовать вместе с нами во всех наших конкурсах и занимать только призовые места. Еще один детский конкурс, но только теперь на знание правил дорожного движения прошел в столице республики. Участниками республиканских соревнований под названием «Безопасное колесо» стали юные инспектора дорожного движения. Все подробности знает Камиль Девятов. В финал конкурса вышли команды города Махачкала, Хасавюртовского, Шамильского и Сульманстальского районов. Региональный этап проводится управлениями образованием муниципалитетов совместно с подразделениями госавтоинспекции республики. Усилия госавтоинспекции направлены на то, чтобы вовлечь как можно больше детишек в движение юных инспекторов. Естественно, общаться больше с этими детками, которые наиболее заинтересованы в том, чтобы на дорогах Дагестана было как можно меньше пострадавших детей. Цель конкурса в первую очередь – привлечение детей к участию в пропаганде правил дорожного движения. От правильного поведения участника дорожного движения зависит многое, поэтому подобные мероприятия носят обучающий и предупредительный характер. Предупрежен – значит вооружен. Профилактика безопасности дорожного движения охватывает разные сферы образования, начиная с учебного процесса, заканчивая воспитательной работой. В рамках предметных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Министерством проводится ряд всероссийских и республиканских конкурсов, направленных на снижение уровня смертности гражданского населения и, в частности, детей. Организаторы приготовили непростые испытания для участников. Полоса препятствий ее проходит на велосипеде и как можно быстрее. Усложняют испытания фишки, задевшего их, ждут штрафные баллы. Помимо фигурного вождения велосипеда, дети отвечают на вопросы по правилам дорожного движения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и медицине. В состав жюри входят сотрудники госавтоинспекции, управление госавтоинспекцией, непосредственно преподавательский состав детской и юношной автошколы и представители Министерства образования Республики Дагестан. По итогам всех конкурсных программ мы выведем победителя с учетом штрафных баллов, которые заработали, и определим победителя. По итогам конкурса будет выявлена команда «Победитель» для дальнейшего участия во всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Он пройдет в начале июня в городе Казань. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Маленькие игроки с большими шутками. В Махачкале прошел второй межрегиональный фестиваль детских команд КВН. Юные КВНщики прибыли из девяти регионов России. На суд жюри и зрителей они представили забавные постановки и миниатюры. Кроме того, вне конкурса выступила команда «Не по-детски» – участник телевизионной версии с Российской юниорской лиги. В Дагестане он только начинает набирать обороты. Хотя, вы знаете, в России это очень мощное движение. Мы потихоньку хотим, чтобы и у нас в республике это движение развивалось. Мы при поддержке министра по делам молодежи в лице Камиля Рамазановича, мы делаем совместную работу и, думаю, нам удастся реализовать данный проект. Коммерческую поддержку проведения фестиваля оказала строительная компания «Монолит-05». Помимо помощи в организации, от себя спонсор вручил команде-победителю подарки. Я вообще считаю, что дети – это наше будущее, и мы должны их поддерживать. Если мы сегодня не будем уделять нашим детям внимания, то завтра мы от них для себя поддержки не найдем. Поэтому нам нужно помогать, способствовать их развитию. Отметим в планах организаторов создание в республике полноценной юниор-лиги. Проект дагестанцев стал лучшим в России. Речь о проекте «Волонтеры знаний», ставшем победителем образовательного конкурса «Моя страна, моя Россия». Его инициаторы – полуфиналисты конкурса «Лидеры России из Дагестана». В рамках его реализации оказывают помощь в подготовке ЕГЭ школьникам из малообеспеченных семей. Так, в этом году бесплатную подготовку прошли порядка 30 будущих выпускников. Эту цифру планируется увеличить до 300. К работе привлекут более 30 педагогов и 50 волонтеров-студентов. Ну а мы рады сообщить вам приятную новость. Телеканал ННТ теперь доступен в приложении вашего мобильного телефона. Просматривать увлекательные программы, аналитические передачи и быть в курсе самых свежих новостей теперь стало проще. Наличие мобильного приложения ННТ освобождает вас от необходимости быть прикованным к экранам телевизора. Теперь смотреть нас можно из любой точки мира. Скачать программу на ваш смартфон можно как в App Store, так и в Google Play. Если раньше, когда что-то интересное показывали по телевизору, и ты звонил сообщить, что скорее включи телеканал ННТ, и люди, находящиеся в пути или же где-то там, я не знаю, отдыхая там, ну в заведении, неважно где, не имели возможности, находясь вдали от телевизора, посмотреть, что происходит, сейчас ситуация кардинально другая. Прямо в телефоне, там неважно в планшете или где, вы можете включить, посмотреть прямой эфир. Приложение очень простое в обращении, там все очень легко, даже ребенок может понять, где онлайн, где новости и так далее. Вот поэтому я всем рекомендую обязательно скачать приложение ННТ-ТВ, и оцените его, и пользуйтесь на здоровье. И к новостям спорта. Анжи не смог получить лицензию на следующий сезон. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Сергей Расулов. По его словам, до конца мая у команды есть еще одна попытка сохранить профессиональный статус. Для этого желто-зеленым необходимо выплатить долги футболистам и тренерам, а также найти спонсора и сформировать бюджет. Напомним, что больше года все попытки найти финансирование были безуспешными, и клуб досрочно вылетел из премьер-лиги. Несмотря на это, президент Анжи Осман-Кадеев уверен, что команда все-таки сможет сохранить профессиональный статус. По его словам, в следующем сезоне они намерены проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» в Махачкале. Анжи Арена, где последние годы играли махачкалинцы, будет переделана под развлекательный или торговый центр. Волонтеры Медколледжа совместно с Центром адаптации «Крепость» провели товарищеский матч по футболу. Цикл мероприятий приурочен к неделе профилактики социально значимых заболеваний. Главная цель подобных мероприятий – привлечь внимание общества к людям, страдающим от наркозависимости и других тяжелых болезней. Игра прошла в обоюдно острой борьбе. Ребята выложились по полной, но результат, как правило, здесь не главный. Это тот случай, когда счет не важен и побеждает дружба. Сегодня состоялось очередное профилактическое мероприятие, приуроченное неделе профилактики социально значимых заболеваний. Завершим мы его уже итоговым мероприятием с участием всех ведомств в республике, которые так или иначе задействованы в профилактике социально значимых заболеваний, при сотрудничестве с Минздравом республики Дагестан. С нашими образовательными учреждениями мы планируем провести межведомственную конференцию в Дагестанском базовом медицинском колледже 17 мая в 2 часа дня. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей участвовало в такого рода акциях и носили свой посильный вклад в оздоровление наших молодых людей. Это мероприятие дает массу эмоций, где ребята сплачиваются между собой, познакомились, надеюсь, будут дальше общаться. И как бы прежде всего здоровый образ жизни – это главный призыв сегодняшней акции. Экра нам понравилась, позитивная атмосфера, поиграли с ребятами с медколледжа. Они были сегодня сильнее, но это спорт. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Ничего такого в дальнейшем. Собираемся постоянно проводить такие мероприятия. Призываю всех к здоровому образу жизни. В пяти разных направлениях было. Был бег 100 метров, было также на турнике, на брусах, арм-рестлинг, отжимания. И второй этап прошел здесь, в футбольном поле. Общий счет 4-2. Выиграла медколледж команда. В общем, было очень даже хорошо. Побольше таких мероприятий. Желаю дальнейшего процветания. Такой были новости к этому часу. Еще больше информации смотрите на нашей странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.